Это первые три упражнения, которые даются в начале, и теперь чуть-чуть дальше. Что можно сделать чуть-чуть дальше? Захват из-под руки, то есть из равновесия туда, на плечо, и забежать за голову. И ногами контролировать его голову. Зажав в этом положении, начать переворачивать на руки. Еще раз. Взяли захват, спинку накатили, и пришли на камеша хватами. Это первый. Дополнительный уже к тем. Да, то есть чуть-чуть позднее. Давайте попробуем этот вариант сначала. Олег! Вытравить! Вытравить! Заключение. Еще один вариант. Берем захват сзади на отвороте и пояс. Вначале начинаем давить его на шею. И как только у него появилась реакция наверх, и сзади начинаем его перекатывать. И ногу ставим за него туда. Это может быть немного смешно, но это делается одновременно. Реакция, туда давление. Реакция появилась, и вы его переваливаете сюда. После этого перейти. Которые камеши кокотами. Вначале делайте чуть-чуть помягче, чтобы вы посмотрите внимательно с ногами, чтобы не травмироваться. Солнышко. Туда пошла реакция. Как посадочку вы делаете. Переклад. И после этого переходите. Следующее. Попробуйте. 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 А сегодня закончим. Спасибо. Наверное, мы не сможем делать фотографии с каждой из каждого. Мы отдельно с каждым делаем фотографии. С каждым делаем фотографии. Это отдельный сгибный. Новый Андрей. Новый Андрей. Новый Андрей. Пойдем на новую. Извините. Давайте так мы сделаем. Потом группа твоей фотографии. А если командовать? Пойдем на новую. Пойдем на новую. Пойдем на новую. А здоровый Андрей. Тем более. А еще семьи. Пойдем на новую. она какая-то пришла официально ванны короче говоря мы общее мы общее видео снимаем общую фотографию мы камеры до собой все забираем кроме штатив так а штативы кома программа немножко повторим то что было вчера движение стойка работал ног и потом переходим броску через спину все, Жангер проводит давай это неправда позиция, чтобы смотреть ноги все так же, это не право нужно стоять и смотреть, лицо по лицо когда нужно менять позицию это очень важно когда я вернусь назад, я вернусь у тех кто Я думаю, что можно делать. Вы должны работать в одной волне. Вы должны понимать, что... Разработает дело. В этом случае. Друзья, мы должны все сделать это. Все время мы сделаем. Первый — один, второй — другий. В одном – второй. Хорошо. Хорошо? Он стоит их. Он все время вместит эркадрировать. Он привык-эркадрировать так про этот шаг. Все это будет. Все эти эркадрировать. Все это проводит эркадрировать. Продолжение следует... 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 Для тех, кто уже с этими приемами знакомы. Уже последний раз, но это нормально. Теперь с отличным захватом. Сейчас я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Мы проверим их. Теперь я иду. Теперь вы. Я иду. Пусть! 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 Должны давить. Когда он к вам разворачивается, вы воссе все круги и начинаете давить. Я буду ставить на позицию. Это для того, чтобы он устойчивый. Пусть! 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 Если он плохо будет всталить на ногах, то он будет встал. Поэтому для того, чтобы устойчивое положение, что здесь. Я блокирую. Пусть! Пусть! Все вместе! Советская позиция. Пусть! Пусть! Пусть седина! Преод nevertheless! Поехали! У него сегодня высоко. И ест цел. Гори. Возьмите за правил. Возьмите припоследовании скрытого любви. Возьмите припоследовании колеса. Возьмите припоследованию. Том, кто делает, будьте очень внимательны, потому что очень близко намажены. Здесь сначала заблокируйте, потом берете руку. Баркер сразу протягивает, да? Да. Потом упракивает его, добавясь на одно колесо. Мимо. Тупой. Здесь колесо и вращаетесь. Давай! Спасибо! Тори должен все время создавать движение, которое я делаю. И он также должен делать бросок. Для начинающих, совсем для детишек, вариант падения, которое им для начала даваться в этой ситуации, как они должны начинать падать. Такой безопасный вариант без падения. Снимаем! Расслабьтесь! У меня не есть, я не могу. Расслабьтесь! Держи! Расслабьтесь! У меня нет! У меня есть. У меня нет! Ну и на путь, потом вторую полосу. Время, падаешь. Пять? Да, пропадите. Это прямо для со всех начинающих, кто только начинает падать, но еще не может большую, высокую страховку делать. Кто начинает делать таким образом. Мы это делать не будем делать, чтобы просто высоко за себя отложить, а что перед тем, как мы делали предыдущий вариант, для тех, кто боится падать высоко, чтобы не было проблем, таким образом можно начинать как готовить, а потом уже постепенно переходить в более высокую способность. Окей. Окей. Ensuite, у нас техники и контроль. Л'эксион дезэкилим. Alors, как мы рассказали, что вчера, мы рассказали, реласши. Окей. Вы должны быть разводлены. Важно. Вы должны написать. Хорошо. Следующий принцип, вы можете вернуться на обратное. Важно. Вы должны быть разводлены. Левая рука, правая рука. В противоположных направлениях идут. Я не могу лезть. Не надо подходить к партнеру. Сила будет литья от ног, для того, чтобы сделать просок вы должны ногами хорошо сработать. Естественно, что есть лучше, есть работа руками, но основная работа выполняется за счет поднимания ногами. Это напоминает о том, что вы должны всегда помнить, что в дзюдо нет такого точного, экономического, что называется, исполнения, что только так и по-другому никак. Такого нет. Есть основная идея выполнения приема, а дальнейшие варианты, стиль исполнения, это зависит от самого человека. Даже люди высокого уровня, спортсмены, тренеры, которые проводят семинары, у всех есть свой стиль, свои какие-то особенности. Поэтому постарайтесь не искать различия и не делать на этот правильный и неправильный, а найти наоборот общее. То есть это основная задача. Вы должны понимать общую концепцию и смотреть уже просто особенности. Потому что кто-то большой, там низкий, кто-то высокий, худой. У них, естественно, будет их техники исполнения, техники исполнения будут отличаться. Это не значит, что один делает правильно, а другой неправильно. То есть сейчас вот, когда тампер сказал, что не подходить к нему близко, это не значит, что только так делать. Все остальные ошибки. Естественно, есть варианты, где вы глубоко входите туда внутрь. Если вы успеете это сделать быстро, хорошо, то у вас получится хороший прием, если вы вошли глубоко и партивник оказался на спине. Но идея в том, как раз, что это один из вариантов так делается, один из вариантов так. И ваша задача взять кусочки у одного, у второго, у третьего и потом как бы сделать какой-то, может быть, свой. Создать свой вариант какой-то, да, или выбрать для себя оптимальный вариант того или иного приема. Давайте сейчас мы будем пробовать как раз этот вариант. Выведение, подход, и без движения. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас он ошибки, которые есть. Внимательно на позицию ног, да, как ноги переходят. Смотрите, пожалуйста. Вот сюда тоже правильный вариант. У вас есть несколько вариантов, да, которые вы делаете. Вот так, чтобы не заваливаться, не отходить сильно в сторону. Основная задача занять правильно, хорошую позицию. Стойчивую позицию. Центральная линия, да, посмотрите приемом. Вот если вы стоите по отношению к центральной линии. Пойдите ровно. Стоп. Это два варианта, которые можно делать. То есть один вариант, когда вы разворачиваетесь фронтально, в отношении, да, к движению. Второй вариант, когда вы немножко выводите в сторону, в отношении к первоначальному движению. То есть немножко по-разному работают ноги. Первый вариант. И тоже позиция стоп. То есть вы стоите на ногах. На передней части стопы, конечно же, да, тут не на пятках. Но они не должны стоять на носках. Это неправильно. Разница, посмотрите, да, тут насколько глубоко нога отшагивает. Хорошо? Отлично. Отлично. Давай. Должны естественно двигаться, чтобы не было задержки на... Не развивайте движение на кусочках. Естественный поворот должен быть. Когда они ходят на улице, когда вы по улице за таком ходите. Нет, нет, конечно, кто-то может так ходить. Да, есть. Натурально. Естественно. Хорошо. Все. День. Все. Все. День. Ша. 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 Продолжение следует... 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 но если вы не получаете, то есть в последнее время выдастся шансы. Если вы не уйти или уйти. Если вы не уйти, то вы не сможете ли вывести себя в уходу. Если вы не уйти, то вы не будете выводить. Если вы не уйти, то вы не будете хорошо смотреться. Это одно из базовых упражнений, которые нужно знать и уметь. потому что здесь на этом упражнении основано очень много приемов и если его хорошо делать, то это может являться хорошей подготовкой для многих приемов вне зависимости от веса, до роста человека Теперь следующее, сейчас мы сделали на месте, теперь то же самое в движении Не подходите, только на себя вытягивайте Чуть-чуть на шаг разрываем дистанцию, оттуда вытягиваем, опять снова разрываем дистанцию подтягиваем Д Оттягиваем, опираясь обеими ногами让у, ударяясь, вытялкиваем и вытягиваем его переводим И дальше переводим Таким образом, как Джампиэр, Таэдоши, Учимата, Хараэбоши, Учимата, все эти техники как раз подготовки для этих техников очень хорошего упражнения. Давайте от стены к стене попробуем поделать это. Если Уке идет шагая за вами вот так, то здесь не нужно никакого ведения, не нужно никакой тяги, он сам туда падает. Посмотрите, работа Уке. Я Уке, он Тори. Когда вы двигаетесь, вы не должны идти на него. Это ошибка. Так нельзя двигаться, у него нет никакой работы. Уке. Ясно? Чуть-чуть реакцию, чуть-чуть, да, чтобы у вас была в теле, в вашем, да, сила была. Поясница, ноги, позиция и поведение. Давайте. Это очень важно, да? Работа Уке очень важна в этом упражнении. Давайте. Давайте. Очень важно использовать ноги, да, колени. Колени должны быть как пружинки, да, то есть мягкие. Не разваливаться, вы должны стоять. Как Тори, так и Уке. Тори при отшаге, да, он должен отсюда, у него возгибает, используйте всю силу ваших ног, да, отсюда. То же самое Уке. Отсюда дает небольшое легкое сопротивление, тонус, да, для того, чтобы было с чем работать. Это очень важно. И помните, да, о том, когда вас выводят из равновесия, как вы должны свое тело держать, то есть вы не должны здесь разваливаться. То есть, когда идет выведение из равновесия, ваше тело, так же, да, то есть, угол, спина, вы должны все это контролировать, чтобы вас не было такой вялости. Есть, но если вы хотите от pipette感 taş Absolutely. Продолжение уже было так. Временно, 이후, такие возможности, так же. И, со временем, да, т.е. когда вы осваиваете движения правильно, да, реакцией, правильное движение, да, можно усиливать, да,aya, да, со стороны Уке усиливается сопротивление, да, чуть-чуть больше упускает. И тогда это очень хорошая тренировка и для тела в том числе, когда нужно будет больше усилий, больше скорость прилагать. Это очень хорошая тренировка для тела. Это не просто тянуть, потому что сейчас такое сопротивление, плюс вес тела как бы чуть-чуть назад, и оттуда, когда вы начинаете тянуть, прорабатывается все тело, и ноги, и спина, и верхняя часть корпуса, все работает. Еще по работе Тори. И так, как вы начинаете, всем корпусом, всей вашей силой вы начинаете использовать направление вперед, по диагонали вверх, туда вытягиваете, и постарайтесь обязательно разворачивать вашу кисть, ваше запястье. Для того, чтобы вы вытягиваете, у вас должен быть образ, что вы хотите эту руку и вытянуть его вперед, туда вверх. Вот этот образ в голове держите, и отсюда работаем. Теперь то же самое делаем, теперь Уке чуть-чуть побольше сопротивляется, с большим усилием, да, и теперь то же самое делаем, с большим усердием, и вот этот имидж обязательно, да, в голове держите. Имидж. Программа. Программа. Ну, нормально, хорошо. Вот вопрос сейчас как раз тоже, вчера был вопрос, сегодня вопрос по работе ЦУРИТЕ Как работает ЦУРИТЕ? ЦУРИТЕ Вдёргивать, ловить рыбу, выдёргивать СТУРИТЕ ЦУРИТЕ 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 Многие, кто повыше, только, как вывести, как вывести. Таким образом, вывести. Тя, кто повыше ростом, сейчас сделают просто к себе тяну. Это неправильно. Так же должны вытягивать, если вы сверху даже взяли захват, если у вас высокий рост, и вы взяли захват сверху за уши, или, да, взяли. Всё равно рука должна тянуть вверх. Так же вытягивайте. СТУРИТЕ Это очень трудно, но еще раз. Давайте ещё раз это поделаем. Понятно, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. Теперь давайте перейдем к техникам. Теперь в технике, в которых используется вот это движение как раз. СТУРИТЕ 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 Чуть-чуть смещаемся в сторону ноги, правой ноги в данном случае. Теперь то же самое, еще немножко помедленнее. Давайте поделаем. Вопрос возник по тому, как использовать свое предплечье, куда она работает. Базовый вариант, который я показывал. В то, что раньше было, он показывал, сейчас это базовый вариант, который вы чувствуете. Посмотрите. Локоть идет в направлении подмышки вашего партнера. Это базовый вариант Тоши. У многих, много людей есть, которые, это немножко вкусновато, а они начинают внутрь его кручу. Кручу. Это тоже самое. Здесь нет никаких проблем. Можно и так делать. Он посмотрел сейчас, и некоторые люди делают... Туда, ходят. Это больше на свою ногу. Таятоши делается, да, немножко в среднюю, а от средней линии тела противника, чуть-чуть в сторону уходит. Видите, должна оказаться чуть-чуть сбоку, но не очень далеко. Су-ну-ну, ищите, а то 2-х, ищите. Так, ну вот этот в голове сейчас у себя держите, и еще парочку минут давайте попробуем подняться. У-ка, собираемся! У-ка? У меня не было несколько раз слов, Сейчас мы берем отзыв. Почему я татайя на шоу? Когда я учусь, уроки сначала я боюсь, что вы сами на взялись, выживайте свои балансы и собраться, а у вас очень важно. Вчера Акадо Сэнсэй говорил о том, что используя это движение хикидачи, вы можете много-много разных техник показывать, делать с этим движением. Но почему он начал с Тая Тоши? Почему это первый прием? Потому что для детей гораздо удобнее делать это движение и потом ставить свой баланс, широко расставив ноги, удобно держать свой баланс, баланс своего тела. И контролировать после броска своего противника. Самый оптимальный вариант. Поэтому он начинает обучение детей именно с этого приема. В дзюдо, когда вы начинаете обучать детишек или просто начинающих. Кто-то может быть взрослый, пришли там не совсем детям заниматься. В дзюдо самая важная вещь это, как сказать, сохранность, то есть безопасность. И поэтому очень важно, чтобы люди, приходя в дзюдо, не травмировались прямо с самого начала. Потому что практики мало. УКЕМИ УКЕМИ И вот после этого, когда есть такой навык, вырабатывается навык падения, уже после этого переходить к тем приемам, таким как Харая Гоши, Учимата. Тогда и в них они будут уметь правильно падать, потому что они более сложные. Ну понятно, да, потому что Тори меньше контроля, потому что на одной ноге стоит меньше баланса. И они такие более опасные с точки зрения даже падения для того, кто для УКЕМ. И поэтому очень важно, чтобы он уже был готов к этим приемам. Для того, чтобы, то же самое, да, дети, когда начинают изучать броски, такие как Учимата, Харая Гоши, да, где у вас есть на одной ноге прыжки, И очень важно тоже, чтобы они нарабатывали простыми движениями, умением стоять на ноге и двигаться, вот как сейчас Сан Сей показал, упражнения, баланса. И так далее, если вы можете поднимать противника, то вы можете поднимать противника, то вы можете поднимать противника. Очень тяжело, потому что в этом движении, когда вы стоите на одной ноге, вам нужно свой вес держать. Еще когда вы подбиваете противника, еще на вас наваливается вес противника, да, оказывается на вас. Поэтому это движение очень сложное с этой точки зрения. Сначала я буду делать УЧИ МАТА. И в этот момент я буду делать УЧИ МАТА. Я буду делать УЧИ МАТА. Я буду делать УЧИ МАТА. И перед тем, как перейти к УЧИ МАТА, Сэн Сей покажет два упражнения, самостоятельные упражнения для этого приема. Сэн Сей покажет два упражнения, но в общем-то, если вы уничтожаете руку. ВЫБАТА. Сейчас он будет использовать порфюр, но в общем-то можно использовать стену. Еще на месте. ВЫБАТА. Удёте руки и делайте МАТА. Это как бы учи коми, да? Только на мах ногой. Давайте поделаем. Но, когда я делаю технику, я поворачиваю голову. Сейчас я просто скажу за ногой, это только для маха ноги. Поэтому сейчас он не обращает на ногу. Следующее упражнение. Форму, да? Принимаем так. И начинаем двигаться в движении. Сейчас нормальная голова? Покажи. Давайте попробуем. Плохо. Покажи. 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 Нормальные. Покажи. Первый момент – это кудзуши, когда вы делаете, и после этого – это умение сохранять баланс и та сила, с которой вы можете подбивать вашего противника. Они очень взаимосвязаны. Баланс ваш, поэтому возможность хорошо делать подбивки. Я хочу еще раз повторить, но я не знаю, что это очень опасно. Но очень большая просьба у него – не начинать обучение этому приему с детишками. Потому что он достаточно сложный и есть опасность получения травмы. Поэтому оно для более продвинутых можно. Конечно, сейчас тренируете упражнения, так называемые, их можно применять. То есть вы можете готовить потихонечку, но не сразу давать начинающим. Технику сами приемы. Какого года? Какого года? Какого года? Какого года? То есть здесь нет каких-то рекомендаций по поводу, что все зависит от подготовленности человека, подготовленности детей. То есть если ребенок уже готов, вы должны сами чувствовать и понимать. Что он физически готов, что у него есть понимание, что он хорошо может стоять. Подготовительные упражнения все проделали. Можете давать эту тему. То есть это все зависит от уровня подготовки. В этом случае, в первую очередь, чтобы не было ныряли, чтобы они не ныряли вниз головой. Чтобы вот этого не было. Это очень строго за этим надо следить, так чтобы не было стыкания. То есть за наклоном, за тем, как они делают бросок. За этим должен тренер следить и обязательно это справлять, если есть такая тенденция. Так же, как в начале, мы становимся в треугольник. Проображаем нога чуть-чуть за опорную. Ходит за первую. Здесь сейчас посмотрите, что на согнутом колене вес, тело весь. Разворачивайте, когда вы стоите здесь, когда он выходит на носочке и разворачиваете свою голову. В то же сторону, когда смотрит голова противника. А то, как мы делали в предыдущих подготовительных движениях, А то, как мы делали в предыдущих подготовительных движениях. Такой же делаете мах, но при этом следить за тем, чтобы голова ни в коем случае не смотрела, не выходила. А то, как мы делали в предыдущих подготовительных движениях. Давайте, сейчас поделаем этот бросок. Пять раз учу коми и на пятый или шестой раз подбиваем ноги и делаем бросочек. Спасибо. 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 А если вы как? Сейчас я переведу сначала то, что он сказал. Он сказал, что в Японии у детей запрещено брать верхний захват соревнования. Почему? Потому что те, кто посильнее, беря верхний захват, просто прижимают к себе. После этого просто делают маг за счет силы, за счет того, что у них есть преимущество физической силы. Они подбрасывают, выигрывают, но при этом никакого технического прогресса, что с точки зрения понимания правильного и выполнения техники у них нет. То есть это такой тупиковый вариант исполнения. То есть пока сила есть, пока превосходишь по силам, у тебя он получается. Перестаешь, да, все, перестает получаться. Поэтому, если у них большая и сильная и сильная, то почему они не сильны? То же самое. То есть о том, что очень много кто посильнее, сразу пытается перебрать сюда и отсюда бросит только за счет силы. А до скольких лет у них, например, соревнований? Именно нельзя брать верху захват? До 12 лет. После 12 лет. После 12 лет можно брать? Да. Но нельзя брать на спине захват здесь. До 15 лет запрещено спину забирать. Японцы борются в японское джюдо. То есть захват здесь за отморота и за рукава. И, конечно, на высоком уровне уже разрешены все захваты. Но очень важно, чтобы именно в детском возрасте правильные были захваты. Рука, отворот. Это очень важно. Попробуйте. В России, да, подумайте об этом, да? В России очень много людей, которые борются с захватом на спине. Это хороший захват. Это не то, что это неправильный захват. Но этот захват требует большого затрата энергии в ваших. Но если вы научите этот метод на первом джюдо, то он в состоянии. Это очень легко, да? То есть вы можете научить его брать этот захват, и потом что-то из этого захвата. Там один-два дня, и он начнет что-то делать. Это очень легко. И все. И все. И все. И все. И все. И все. Даже водитель такси сможет. Вы сможете научить делать, если он возьмете так. Но делать такой же упражнение. Открыть так. Это действительно не легко. И все. Думать. 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 Но в этой позиции. Когда вы держите руки. Вот так. Это не стоит ничего. Не нужно энергии для контроля. В этой позиции. Да. Когда у вас прямые руки. Да. Вы не тратите вообще никакой силы. Think about when you make gym. And when you make tiara. For example. These two exercises. In gym. When you are here. This is really easy moment. No. When alive. It's easy. Then become. Difficult. Then this is the more difficult. Представьте. Да. По поводу. Жима и тяги. То есть какой момент у вас. Максимальный. То есть когда вы берете жим. У вас здесь вообще вы. Не чувствуете никакого усилия. То есть вы стоите. Потом постепенно сгибаете руки. У вас усилие увеличивается. Если у вас в силах сделать жим. 100 килограмм. То вот на этом движении вы можете сделать. 170. Подержать. Подержать. Если вы будете тягу делать. Если вы будете тягу делать. И то пожалуйста.